Вот вам звук. Я думаю, что меня слышно нормально, по крайней мере, так показывает ползунок. Я сразу скажу вам, что у нас есть существенная задержка, примерно 2-3, иногда до 5 минут между тем, что я сказал, и тем, что вы услышали. Поэтому у нас не получится такой прекрасной вещи, как прямая обратная связь. В частности, да, вот сейчас задержка порядка 2 минут. Ну, что поделаешь, будем работать в таком режиме, что есть, то есть. С чем есть, с тем и работаем. У нас довольно много, будет добавляться еще количество зрителей. Сейчас 730 человек, и я уже 750, и я надеюсь, что все-таки до 2000 мы наберем. Дело в том, что чем больше людей участвует в процессе, тем больше эффект от этого процесса. И у меня большая просьба к вам. Пожалуйста, напишите в социальных сетях кнопочки над видео прямо сейчас. Все, кто хочет получить умиротворение и гармонизацию, приходите прямо сюда, прямо сейчас. А это именно тот бонус, который вы получите вследствие нашего сегодняшнего процесса. Сделайте доброе дело всем тем, кого знаете, всем тем, с тем вы состоите в дружбе в социальных сетях. Пригласите их прямо сейчас. Это бонус совершенно бесплатный. Вам он ничего не будет стоить. Вы его получите абсолютно все. Это моя фишка. Я потом расскажу, как она работает, откуда она берется. И, собственно, почему я решил сопроводить такую медитацию. Это все составные части одного и того же процесса, большого процесса, сложного процесса духовного роста, которым я лично занимаюсь для себя. И активно стараюсь привлекать к этому как можно больше людей. И пока люди говорят, что получается хорошо. Что называется, не вижу повода им не верить. Ждем еще парочку-троечку минут, пока народ подтягивается. Дело в том, что у нас сегодня будет непростая медитация. Если бы это была просто медитация, ну, ребята теперь пришли, сели, закрыли глаза, представили, как вы даете энергию кому-то там на такое-то дело. Это, в общем-то, как говорили древние англичане, Брайд оф Сив Кэббелл. В переводе на русский, на русский Брайд Сивы Кобыл. Так не работает. Так не работает. Я буду объяснять как раз почему не работает так, и как сделать, чтобы работало хорошо. Спасибо, вот я вижу, пошла волна приглашений, пошла волна присоединений зрителей, зрителей стало больше, уже 900 человек, без чуть-чуть. Ну, еще немножко, да, уже 900 с чуть-чутьем. Это здорово, это прекрасно. Если бы у нас было пару тысяч, было бы вообще потрясающе. Честно скажу, идея пришла очень спонтанно, пришла она в пятницу в голову, точнее в субботу ночью, и назначили на вторник. Понятно, что много людей собрать не успели. И призвать вот эту эгиду тоже удалось далеко не всех. Я понимаю, как это выглядело для большинства людей. О, еще один маньяк решил немножко оторваться, то есть заняться дешевым пиаром на фоне людского горя. В данном случае это несколько не так, точнее совсем не так. Дешевый пиар мне не нужен. У меня и дешевого пиара, и дорогого пиара в достаточно большом количестве. Людей, которые считают меня интересным для того, чтобы за мной идти, тоже достаточно много. Дешевая популярность мне не нужна. Поэтому в данном случае это действительно процесс помощи. И буквально через час вы это почувствуете сами, всеми фибрами своей души и своего тела, своих эмоций. У нас уже тысяча. Ну что ж, тысяча это круглое красивое число. Что называется, можно начинать. Хорошо. Несколько слов о том, кто я такой и что мне дает право проводить такие мероприятия. Меня зовут Константин Довлатов, кто вдруг не знает. Я кандидат психологических наук, тренер кундалини-йоги, правда в прошлом. 16 лет занимался йогой. Серьезно занимался. По нескольку раз в неделю, иногда до 12 раз в неделю. То есть, более чем по одной тренировке в день. И долгое время, в общем, был обычным, нормальным, замученным своей собственной жизнью, своими собственными эмоциями, состояниями человека. Есть такая хорошая шутка. Когда психолог вылечивается, он становится бизнесменом. Вот со мной это наконец-то произошло. То есть, мне удалось вылечиться. В психологию чаще всего люди идут от того, что у них у самих, и опять же, не огульно Ахаеву, я говорю чаще всего, что у них у самих есть что-то в душе, что их не устраивает. И они видят в психологии способ, через который они могут разрешить это в своей душе. Я очень нетерпеливый человек. И несмотря на то, что йога требует полномерности, терпения, и обучение психологии требует терпения, я все-таки искал в психологии быстрые способы самопомощи. Самопомощи в первую очередь. Другие – это другие. Другие – это как-нибудь потом. Помоги себе сам, потом будешь помогать другим. Ведь, сами понимаете, невозможно помочь другому, если ты не умеешь сам. Сложно объяснить один слепой другому слепому, не объяснить, что такое зрение. Он просто не знает. Пока не прозреет, не сможет поделиться. Мне очень повезло. Я нашел достаточно большое количество очень мощных техник работы с собой. И на некоторые из них, что называется, подсел. Они давали мне хороший результат. И после нескольких, ну, где-то примерно двух тысяч часов такой работы, и попыток ассимилировать работу с собой, все, что мне приходит, попадается на глаза, у меня произошел качественный сдвиг. То есть, случилось такое, что у меня вдруг стали получаться процессы, которые не требуют ничего. Если я раньше работал с человеком, и мне надо было потратить полтора часа на то, чтобы провести его через травматические процессы вылечить, по-другому не скажешь, то в какой-то момент я заметил, что мне достаточно этого просто захотеть. И если душа человека согласна, то все происходит. Исцеление происходит буквально моментально. Ну, не совсем моментально, но где-то порядка минуты. И через минуту у человека наступает очень хорошее состояние. Я начал проверять. Я начал проверять, насколько это работает. Работает это с одним человеком? Работает. С какими запросами? Почти со всеми. Работает ли это на группу? Работает. Работает это на большую группу? Выяснилось, тоже работает. И сейчас, на текущий момент, я уже 6 месяцев проверяю эту методу самыми разными способами. Она все продолжает работать, продолжает радовать. И я этим методом научился давать людям самые разные состояния. В том числе и состояние умиротворения, состояние гармонии, состояние спокойствия, радости и так далее, и так далее, и так далее. Я проверял. Это работает. И сейчас моя задача, зачем я это все затеял. Я объясню технологию, почему это именно медитация. Но в любом случае, я затеял для того, чтобы в первую очередь изменить состояние тех людей, которые на эту медитацию пришли. Тех людей, которые поверили в то, что они могут изменить мир и то, что им в этом могут помочь. Не просто фактом сбора их в одном виртуальном месте, просьбой думать об одном. Нет. Если говорить о энергии, если говорить о влиянии человека на социум, замечено было следующее. Если люди просто чего-то хотят, результат незначительный. Незначительный. Он просто никакой. По-другому не скажешь. Дело в том, что желание большинства людей не подкреплено никакой энергией. Желание большинства людей – это такой клубок хаотических мыслей. И человек, говоря «я хочу мир», одновременно думает «а я хочу есть». Одновременно думает, что скажет жена, когда я вернусь поздно. А что там делают дети с закрытой дверью, пока я тут сижу медитирую. И так далее, так далее, так далее. То есть, достаточно большое количество очень разрозненных мыслей. И как следствие, такого хаоса в голове энергия направляется сразу во все стороны. И на ту мысль, которую он считает приоритетной, выделяется капелюшечка. Очень небольшое количество энергии. Как следствие, ну, ничего и не происходит. Есть такая хорошая фраза, что если бы все мысли человека выполнялись, а ни один человек не прожил бы достаточно долго, чтобы сформулировать уже четвертую-пятую мысль, помер бы раньше. У Рэя Брэдбери даже есть на эту тему замечательный рассказ. Как называется, то ли, магазин с фигурен, как-то так. Спрашивают, можно ли получить запись медитации. Напишите в чате, что можно будет. Я никуда эту медитацию не собираюсь убирать. Она будет доступна в записи на канале YouTube. Вот. И было подмечено совершенно другое альтернативное состояние, что у нас все получается, наши мысли срабатывают, когда мы начинаем делиться своими достижениями, делиться своим духовным опытом. То есть мы жертвуем наше достижение, наш духовный опыт миру. И в этот момент действительно происходит то, что должно произойти. Происходит тот позитивный сдвиг в реальности, который изменяет ситуацию и в местах боевых действий, и в местах массового скопления людей, и в местах катастроф каких-то, землетрясений и так далее. То есть есть такие наблюдения. Наблюдения, правда, делались на гораздо большем количестве человек, не на 1300, как у нас сейчас. Это какая-то магическая цифра. Уже много раз на мои занятия приходит 1300 человек. Надо будет об этом задуматься. Вот, и поэтому я собрал вас для того, чтобы у вас сегодня появилось то самое духовное изменение, которым вы можете поделиться. То самое состояние умиротворения. Слово-то какое? Умиротворение. То есть ваше состояние создает мир не только внутри вас, но и вокруг вас. Оно умиротворяет вашу действительность. Творит в ней мир. Вот это состояние умиротворения мы и будем сегодня достигать. Оно невозможно без ощущения внутренней гармонии. Оно невозможно, пока вы на кого-то злитесь. Оно невозможно, пока вы обижены, расстроены, раздосадованы. Может быть, собираетесь кому-то мстить. Может быть, кому-то завидуете и так далее. И мы будем как раз убирать все эти искажения вашей эмоциональной структуры и, что характерно, причины, по которым эти искажения появились в вашей жизни. Это позволит вам сделать изменения стабильнее. И мой вам подарок заключается именно в том, что я сделаю все, чтобы у вас в жизни появилось и проявилось гораздо больше гармонии, чем было раньше. Чтобы она распространилась на вашу жизнь и на жизнь в ваших окружающих. Чтобы там, где вы появлялись, как-то становилось теплее, как-то становилось комфортнее, миролюбивее. И если таких людей будет много в мире, я искренне верю, что конфликты начнут гаснуть. Конфликты как межчеловеческие, так и межнациональные. Когда я сделал объявление об этой медитации, я получил достаточно большое количество писем от людей, которые абсолютно искренне являются патриотами своей страны. И их очень волновал вопрос. Не буду ли я действовать, исходя из пророссийской точки зрения? Сразу скажу, у меня нет никакой точки зрения на то, что происходит в Украине, на то, кто виноват, кто прав, кто что инспирировал, кто на кого нападает, и нападает ли вообще кто-то на кого-то. Я не знаю, я не смотрю телевидение, телевизор, я не читаю газеты. Но в поле начинает ощущаться напряженность. Эта напряженность, она начинает проявляться во всем. В поведении людей, в общем состоянии, как средств массовой информации. Ну, в общем, даже, ну, из СМИ я использую только одно – анекдоты. На сон грядущий я читаю подборку анекдотов. Даже в них начинает проскальзывать напряженность. Уже даже в юмор это проходит. И это достаточно яркий показатель того, что все достаточно не в порядке. Что люди действительно вовлечены в процессы межгосударственных отношений. Сейчас я хочу вам рассказать про такую интересную, с моей точки зрения, методику явления, как выживательные динамики. У людей четыре выживательных динамики. Первая, базовая динамика – это выживание лично человека. Когда она включается, человек начинает выживать, делать все, чтобы остаться в живых. И если он для этого должен убить кого-то, он это делает. Ради своего выживания он готов жертвовать другими. Это нормальное явление. Это абсолютно нормальное явление. Оно подтверждено тысячелетиями человеческой истории. Есть вторая выживательная динамика. Это выживание семьи. Вспомните, что происходит, если на ребенка в присутствии мамы или папы вдруг кто-то пытается напасть. Мама или папа, забыв о том, что они могут погибнуть сами, идут спасать ребенка. И там уже мало не покажется никому. И пасть порвет, и моргалы выколят, и на британский флаг располосуют. Все это прекрасно знаете. Третья выживательная динамика – это выживание социума. Ну, выживание страны. Это то, что сейчас у нас и происходит. У нас, я имею в виду, людей. Я не разбиваю нас на страны. Я не вижу разницы в большом душевном счете между украинцами, русскими, азербайджанцами, абхазцами, англичанами, финнами и так далее. То есть, с моей точки зрения, это люди. В первую очередь, люди. Но, когда возникают национальные вопросы, люди забывают о том, что у них есть собственные выживательные стильки. Они забывают о том, что они могут заниматься выживанием своей семьи. Третья динамика перекрывает первые две. И они становятся патриотами, ярыми патриотами, которые готовы положить свою жизнь, на которые готовы положить жизнь своих близких за благо страны. И это не обозначает, что я просто опять же слышал поток недоумения в адрес патриотов, что раньше это были адекватные люди, а теперь они совсем зазомбированы. Они не зазомбированы. У них включилась третья выживательная динамика. И они имеют на это полное, безоговорочное право. Из этой динамики, да, они теряют чувство собственного достоинства. Они теряют ощущение самосохранения. Эти чувства несовместимы с третьей динамикой. Они подавляются. Собственное мышление тоже третьей динамикой подавляется. Я повторяюсь, это ни в коем случае не обозначает, что эти люди чем-то, боже упаси, плохим. Отнюдь. Просто они находятся в таком состоянии сознания. Всего лишь. Я надеюсь, что это понятно. Чтобы не было ощущения, что кто-то хороший, кто-то плохой. Все хорошие. Просто каждый находится на том месте, где он находится. В том состоянии, в котором он находится. Это надо просто понимать, принимать и дальше думать, как выживать самому и в какой динамике можем быть мы. Четвертая выживательная динамика самая мощная. И я искренне надеюсь, что у нас она включится. Потому что это выживательная динамика человечества. Когда опасность грозит человечеству, межнациональный распри и поделешь ресурсов отходит даже не на второй, на десятый план. Вспомните истории, ну хоть малую взять. Идет великая сушь. И когда сушь, наступает великое перемирие. Вот в этой одной маленькой мутной речушке, где еще вода есть, собираются все. И хищники, и травоядные, и крупные, и мелкие животные. И никто ни на кого не нападает. Они будут в этом перемирии голодать, но у них будет вода. Потому что если они начнут здесь охоту, погибнут все. И пить не сможет уже никто. Вода будет заражена трупами. Надеюсь, понятно про четвертую динамику. Моя искренняя цель – позволить включиться, переключить людей с третьей динамики на четвертую. Потому что когда ты начинаешь видеть, что да, есть интересы государства, но есть интересы человечества. И стоят ли интересы государства, но кто-то поделит какие-то деньги между собой. Они, к сожалению, не дойдут до народа. Но в народе умирают люди. Умирают ни за что. Ни за свое. За то, что не достанется ни им, ни их детям. За то, что не достанется их народу. За то, что кто-то где-то перепилит. Перепилит бюджет, перепилит долги. Как-то рассчитаются. Но люди останутся разменным материалом. Стоит ли это их смерти? Я считаю, что нет. Я надеюсь, что вы согласны со мной в этом вопросе и готовы сейчас на время позабыть, что вы патриоты Украины, России, Молдавии, еще чего-нибудь. Перейти в позицию общечеловеческую. Когда мы все люди, мы все живем. Чтобы не было вот такого, как сейчас пишет Светлана Ливандовская, что здесь много крови и стрельбы, больницы и морги переполнены. Чтобы мир был везде. Чтобы кто-то там, кто самоопределился, отделился. ну, прекрасно. Но люди должны остаться живыми. И жить хорошо. Самое смешное, что у нас для этого есть все. Ресурсов на этой планете достаточно. А нас может прокормить еще в 4 раза больше людей. Ресурсы есть всегда. Моя задача все-таки напомнить нам всем, что мы люди, и изменить свое личное состояние так, чтобы человек в нас проснулся, встал в полный рост и смог работать своей душой. не криками, не злобой, не какой-то обвинительной речью, а именно душой, распространяя вокруг себя мир, распространяя вокруг себя гармонию, распространяя то самое умиротворение, о котором я говорю уже на протяжении 20-ти чем-то минут. Я надеюсь, что мы все готовы к этому, и мы все сейчас этим займемся. Готовы к процессу? Меня спрашивают, на своем ли месте Обама? Все на своих местах. Каждый выполняет то, что он должен выполнять. Если вы думаете, что люди действуют сами по своей воле, нет. Есть тонкие воздействия, которые управляют людьми, но мы можем создать свое тонкое воздействие, свою полевую структуру, которая позволяет нам в первую очередь и другим вокруг нас быть умиротвореннее, быть гармоничнее, жить в радости, наслаждаться в первую очередь своей жизнью и помогать другим наслаждаться их жизнью. потому, что невозможно причинить добро. Можно только поделиться своим наработанным, подарив его людям, подарив его широко, открыто, искренне. сейчас мы сделаем процесс медитации, он будет состоять из двух как бы подпроцессов. Дело в том, что я могу вас просто включить в режим умиротворения. Ну, буквально раз и готово. Но для вас это будет не ценно. Для человека ценно то, к чему он приложил свои усилия. Для человека ценно то, в чем он поучаствовал. И каждый из вас получит умиротворение ровно в той степени, в которой он готов получить его сейчас. Я сразу скажу, что запись останется на Ютубе. Никуда я ее удалять не буду. Прятать не буду. Продавать ее не буду. Я не настолько, скажем так, дебиловат и жаден. И вы можете ее прослушивать многократно. И каждый раз она будет срабатывать. И каждый раз она будет срабатывать на новом уровне. Поэтому каждый из вас возьмет сейчас то, что может взять прямо сейчас. дело в том, что ну представьте, вы живете, ну точнее, кто-то живет в состоянии тотальной войны в своей родной семье. Есть такие люди, и тут уже писали об этом. И для этой семьи это нормальный сценарий поведения. В ней таким образом передается любовь. И человек вдруг решил стать тотально умиротворенным. и он встал. И вот есть шесть человек в семье, пятеро продолжают ругаться, шестой такой Будда, Будда, Будда. Вот исключительно настоящий Будда. Сто процентный. И рядом с ним ругаться невозможно. Что произойдет с остальными пятью? Вы думаете, им станет хорошо? Вряд ли. Первое, что они почувствуют, что их никто не любит. Что стало как-то скучно, стало тоскливо и непонятно. Потому что очень спокойно. Они привыкли к эмоциям. Они привыкли ругаться. Там «А-а-а!» Это нормальное состояние сознания. Это нормальное состояние эмоций. А тут вдруг гармония, умиротворение. Слушай, а жив ли я? Дай-ка пульс пощупаю. Вроде есть. Ущипну больно. Странно. Не жизнь. Почему? Есть привычка. Есть требования. Организм требует эмоций. И сразу включить человек в такой режим, это фактически сделать его потерянным для самого себя, для своей жизни. Ему надо входить в это состояние поэтапно. Вдруг он научился успокаиваться как раз в тот момент, когда, казалось бы, вот сейчас красная пелена закроет зрение, и он сделает что-то совершенно непотребное, о чем потом долго будет жалеть. Что уже много раз делал в жизни, а тут вдруг раз успокоился в самый пиковый момент. Прослушал запись еще раз и понял, что можно быть живым и спокойным. Ну не то, чтобы совсем спокойным, но это радостная живость. Это не агрессивная живость. И он научился ее проявлять. Через две недели прослушал еще раз и понял, что это прекрасно уметь проявлять живость, но также прекрасно уметь быть недвижным. остановить эмоции, остановить мысли и просто быть. Быть эффективным в том, что делаешь, не думая о том, что ты делаешь, о том, как ты делаешь, о том, как на это посмотреть, о том, какие эмоции это вызовет у тебя, у других. Просто быть в протоке жизни. И это все получается постепенно. прослушивая раз за разом. И то, что вы можете взять сейчас от этой медитации, определяется тем, что вы вложите в ее первую часть. Насколько качественно и татайно вы пройдете первую часть, настолько мощным будет эффект, настолько мощным будет влияние на вашу текущую жизнь. Некоторые люди страдают перфекционизмом и говорят, я сделаю все по максимуму и там трава не расти. Сразу хочется предостеречь. Лучше делать им по максимуму, а ровно настолько, насколько вы готовы сейчас. Гармонично, эффективно. Потому что, если возьмете больше, то это может вызвать достаточно тяжелые ощущения у вас в жизни. У вас нету модели такой жизни. У вас нету модели умиротворенной жизни. Это нормально. Никто никогда никого ей не учил. Ну, почти никто, почти никого. но можно там 99,9 в периоде процентов людей не знают, как это быть умиротворенным. В школе не учили, в саду не учили, родители сами не знают, но нет людей, которые этому учат. И новое состояние, оказавшись в старой среде, оно очень, ну вот, не вписывается и вызывает большое количество нестыковок, недопонимания окружающих. А вы, естественно, начинаете переживать, хоть это ваши любимые люди. и с ними хочется быть в контакте. Поэтому, ребята, каждый берет то, что готов взять. Без фанатизма. Вот эту вот фразу запомните, она хороша во всех жизненных ситуациях. Действуй без фанатизма и тогда все будет нормально. Без перекоса. Вторая часть медитации, это то, что делаю я, она займет буквально минуту. За эту минуту я, ну, в первой части вы будете собирать свои воспоминания, которые содержат негативные причины того, что с вами происходит. Во второй части медитации я все эти причины сотру. Не сами причины, но из них пропадет эмоциональный заряд. И они перестанут влиять на вашу жизнь. И это очень важно. И в третьей части медитации мы вот этим новообретенным состоянием научимся делиться. Думаю в общих чертах то, что я сказал понятно. Красивая цифра. У нас сейчас 1400 человек и мы приступаем. Как раз еще люди подошли. Первое, что вам надо сделать это закрыть глаза. Сейчас я немножко усилю вашу способность к визуализации и временную улучшу вашу память. Вы просто посидите с закрытыми глазами, а я тут секунд 50 помолчу, делая этот процесс. м 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 Прекрасно. Сделайте глубокий вдох. И долгий, спокойный выдох ртом. Еще раз вдох носа. И выдох ртом. Пустите по телу волну расслабления. От макушки до кончиков пальцев ног. И обратно. Вниз. Вверх. 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 Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче. Теплее. Расслабленнее. Расслабленнее. У кого-то он шуршащий. У кого-то он из фиолетовой дымки. В этот пакет может ввести что угодно. Он может растягиваться. Позвольте ему наполниться прозрачным фиолетовым жетуманом. В котором переливаются исковки, как звездочки. Запомните этот пакет всеми своими травмами. Все, которые можете вспомнить. У кого-то из вас травмы пробегут перед глазами калейдоскопом. Чередой. Отправляйте их все в этот пакет. Кто-то будет видеть свои травмы просто как огромное черное или коричневое пятно. Какую-то кляксу. Или как кусок пластилина. Замазки. У каждого свое восприятие. У каждого свой образ. Отправьте все травмы в пакет. Травмы физические, травмы эмоциональные. Отправьте в пакет все свои претензии. К себе. К людям. К стране. К ситуациям. И даже претензии к Богу. Что Он не так создал страну. Не так создал вашу жизнь. Что вы не такие, какими вы хотели быть. Все эти претензии отправляем в пакет. Отправляем туда обиду. На себя, на других. Все свои провалы. Расстройства. Тоску. Все печали. Горести. Добавьте туда свои и чужие, невыполненные обещания. Обманы. Измены. Предательства. Все убийства. Все убийства, которые вы совершили. Будь то убийство комара. Или убийство человека. Добавьте туда весь алкоголизм. Наркотики. Агрессию. Злобу. Мстительность. Все ту злобу и мстительность, которая была когда-либо у вас. И которая была направлена когда-либо на вас. И ту, которую вы просто наблюдали. С каждой такой посылкой в пакет вы становитесь все чище. Но вы замечаете, что вы становитесь более прозрачными. Или становитесь меньше. Что давая в пакет эти энергии, вы даете честь себя. Это все то, что позволяло вам выживать. Это все то, что стало частью вас, вашей личности, вашей сути. Вы смотрите на пакет. И он наполнен огромным количеством темных клякс, кадров событий, эмоций. Да, они уже вне вас. Но это все еще вы. И вы чувствуете свою связь с тем, что в пакете. Просто в течение минуты или может быть чуть больше спокойно, абсолютно расслабленно наблюдайте то, что содержат пакет в пакет, и под вашим взглядом все это содержимое будет трансформироваться. Для кого-то в золотые самородки, для кого-то в алмазы. Кто-то увидит пыльцу фейн, а кто-то сияющие сгустки энергии. Все эти черные сгустки посветлеют и станут чем-то очень ресурсным для вас. сейчас просто смотрите на этот пакет и смотрите, что с ним происходит. в команде в пакет вопросов. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот содержимое пакета преобразовалось. Продолжение следует... 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 скажите себе что отныне всегда когда я скажу фразу умиротворен или умиротворена я буду возвращаться в это состояние что бы ни происходило вокруг и теперь пошлите волну умиротворения вперед в бесконечность из сердца вперед до самых границ вселенной сделайте глубокий вдох и пошлите волну умиротворения назад в бесконечность до самых границ вселенной сделайте глубокий вдох и на выдохе пошлите волну умиротворения вправо в бесконечность и снова глубокий вдох и пошлите волну умиротворения влево в бесконечность. И снова глубокий вдох и пошлите умиротворение вверх в бесконечность. И снова глубокий вдох и пошлите его вниз в бесконечность. И снова глубокий вдох и пошлите умиротворение во все стороны одновременно до бесконечности. Станьте огромной умиротворенной Вселенной. И создайте твердое намерение, чтобы эта волна умиротворения нашла всех, кто в нем нуждается в своем сердце. И чтобы это умиротворение заполнило его сердце, превратив негативные залежи в ресурсы добра, любви и умиротворения. И каждый такой человек, каждый, кто почувствует эту волну, станет снова источником этой волны и начнет передавать умиротворение дальше, дальше и дальше и дальше, транслируя его во всех тех, кто рядом с ним, кто далеко от него, о ком он вспоминает или с кем он общается. Создайте намерение, чтобы та волна, которую мы запустили, продолжала жить дальше сама собой. И каждый, кто будет переслушивать медитацию, будет помогать ей, будет поддерживать ее. Она будет помогать открывать сердце всем тем, кто хочет этого, в том числе и нам с вами. Попросите высшие силы, те силы, в которые вы верите, как бы ни назывался Бог в вашей религии или в вашем отсутствии религии, попросите высшие силы подпитывать эту волну, чтобы с каждым днем она становилась все сильнее, все эффективнее и давала божественную мудрость всем тем, кто в ней нуждается. Мудрость открытого сердца. И со своей стороны я сейчас делаю все то же самое. И со своей стороны я сейчас делаю все то же самое. на этом сам процесс медитации завершен. вы можете открывать глаза, потянуться, потянуться вверх, потянуться в сторону, кто куда. И будет здорово, если вы сейчас поделитесь своим состоянием, потому что ничто так не помогает почувствовать, что вы не одиноки в своем блаженстве, как еще 100, 200, 300, 500 комментариев, что у людей так же. Конечно, из-за разницы, точнее, за задержки в звуке вы услышите эту фразу только через 2-3 минуты. Но обратите внимание, не было ни слова про Украину. Но там много людей, которым нужна поддержка. Поэтому очень большое количество людей именно в этой стране получат поддержку. потому что им надо. Им надо. Я оставлю эту медитацию в открытом доступе. Я уже это говорил. Может быть, удастся сделать еще одну акцию такого рода, собрать на нее большее количество людей, чтобы получить еще большее, более мощное состояние. Я вас призываю переслушивать эту медитацию хотя бы раз в неделю. Потому что это в первую очередь помощь вам во вторую очередь помощь вашему миру. И вы заметите, как начнет меняться ваша жизнь мощно, непреклонно, эффективно. Спасибо всем, кто принял участие в этом процессе, потому что без вас это было бы абсолютно невозможно. у кого-то пакет растворился, у кого-то взорвался салютом, и золотая пыльца наполнила все пространство, у кого-то весь пакет ушел в ауру. Это здорово. Конечно, тут есть определенное волшебство, по-другому не скажешь, но это волшебство, которое делает только ваша душа. Я не делаю ничего внешнего. Я единственное, что делаю, это мое намерение помогает вашей душе приблизиться к тому, что ей нужно. Я не трачу свои энергии на этот процесс. Только то, к чему готова ваша душа. Именно это вы получаете. Именно поэтому данная медитация работает и в записи. Так же сильно, как и очно. бесконечно радует огромное количество потрясающих образов, которые вы описываете. И то, что у вас состояние подавляющее большинство из вас прекрасное состояние. Предупреждаю. Начнутся изменения в жизни. Этого не может произойти. Принимайте их. Говорите им да. Потому что это изменение. И даже если кажется, что что-то наступает плохое, это просто потому, что вы жили на своей жизни. И судьба радостно дает вам возможность начать вашу жизнь. как узнать адрес медитации на ютубе. Надо нажать на видео, точнее, навести мышку на видео, увидеть на нем написано будет ютуб, и нажать на эту надпись ютуб. мы сделаем рассылку с ютубовским адресом данной записи. Всем, кто принимал участие, и кто не принимал участие, потому что записалось почти 3000 человек, пришло 1400 зрителей, слушателей, творцов. А я очень надеюсь, что остальные тоже смогут повторно прослушать. На этом на сегодня все. Большое вам спасибо. И я останавливаю трансляцию. до свидания. Счастья вам. Продолжение следует...